БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ Правда, на тот момент танки были достаточно тихоходны, и пехота легко могла следовать за ними под прикрытием их брони. Стремительное развитие боевых и технических характеристик танков привело к тому, что уже к началу 30-х из средства поддержки пехоты они превратились в самостоятельный род войск, способный решать самые разнообразные оперативные задачи. Максимальная скорость танков достигала уже 70 км в час. Высокий темп наступления пехота не могла поддерживать без специальной техники. В разных странах стали активно разрабатывать бронетранспортеры на колесном и гусеничном ходу. В нашей стране в 30-е годы также велись разработки в этом направлении. Но ни тогда, ни во время Второй мировой войны бронетранспортеры серийно не выпускались. Пехота подстраивалась как могла. К примеру, во время зимней войны с Финляндией применялись так называемые броневолокуши. С их помощью пытались решить сразу две проблемы – мобильность пехоты и поддержка танка огнем. В ходе Великой Отечественной войны в Красной армии для поддержки танков во время атак широко применялся танковый десант на броне. В нужный момент солдаты спешивались и открывали огонь. После войны в Советском Союзе вопросу оснащения пехоты бронированными машинами стали уделять самое пристальное внимание. В конце 40-х были созданы колесные бронетранспортеры БТР-40 и БТР-152. Чуть позже появился бронетранспортер на гусеничном ходу БТР-50. Но все эти машины уже не в полной мере отвечали возросшим требованиям. Нужен был не просто транспорт для пехоты, а полноценная боевая машина. К разработке новой бронемашины для пехоты приступили в начале 60-х. Проектно-конструкторские работы завершились довольно быстро и вскоре были готовы первые прототипы. В первую очередь требовалось определиться с типом движителя. Рассматривались разные варианты. И гусеничный, и колесный, и движители смешанного типа. У колесного варианта много плюсов. Он относительно дешевле в производстве и эксплуатации. Его ресурс значительно выше. Да и на дорогах машина на колесном ходу развивает большую скорость. Но когда дороги заканчивались, начинались серьезные проблемы. Использование гусениц в качестве дополнительного движителя несколько улучшало проблему. Правда, такие типы движителей дороги в производстве и сложны в эксплуатации. Таким образом, перевес был на стороне чисто гусеничного варианта. В итоге, по совокупности выполненных требований, выбрали объект 765 Челябинского тракторного завода. В 1966 году на вооружение приняли первую в мире боевую машину пехоты. Боевая машина пехоты БМП-1 Боевая масса 13 тонн Боевой расчет Экипаж 3 человека Десант 8 человек Оружие Гладкоствольное орудие калибра 73 мм И пулемет калибра 7,62 мм Мощность дизельного двигателя 300 л.с. Максимальная скорость По шоссе 65 км в час На плаву 7 км в час Особенности конструкции существенно отличали эту машину от другой бронированной техники Моторно-трансмиссионное отделение, в отличие от классической задней компоновки, находилось в передней части корпуса Слева располагалось рабочее место механика-водителя, за ним место командира Наводчик-оператор находился в одноместной вращающейся башне Восемь мотострелков размещались в десантном отделении И вели огонь через амбразуры в бортах машины Еще одна амбразура Была в левой кормовой двери Спешивание происходило Либо через люки в крыше, либо через открытые двери В конструкции машины Применили множество оригинальных решений К примеру, задние двери Выполнили полыми Их нижняя часть являлась топливными баками Также оригинально решили проблему передвижения по воде В качестве движителя используются гусеницы Их вращение в воде придает машине поступательное движение Размещенные над верхней частью гусениц специальные гидродинамические экраны усиливают это движение В результате боевая машина пехоты может развивать скорость на воде до 7 км в час С принятием на вооружение БМП-1 Мотострелковые подразделения получили возможность оперативно выдвигаться к полю боя Успешно преодолевать подготовленные оборонительные позиции противника Уничтожать малоразмерные танкоопасные цели Для борьбы с танками и другими бронированными целями На БМП-1 установили противотанковый ракетный комплекс «Малютка» Он эффективно поражал цели на расстоянии от 500 метров до 4 км Если же цель находилась ближе 500 метров, то огонь ввелся из гладкоствольного орудия В 1980 году в серийное производство запустили усовершенствованный вариант боевой машины пехоты БМП-2 В новой боевой машине пехоты изменили вооружение Вместо 73-мм орудия установили автоматическую пушку калибра 30 мм Угол возвышения ствола достигал 75 градусов Это позволило эффективно бороться с низколетящими самолетами и вертолетами противника Увеличили размеры башни Кроме наводчика-оператора в ней теперь находился и командир БМП Его место располагалось справа от пушки Командир машины получил круговой обзор И мог более эффективно управлять действиями экипажа или подразделения в бою Из-за увеличения башни пришлось сократить десантное отделение Теперь там размещалось 6 мотострелков Седьмой стрелок занял освободившееся место в передней части корпуса С новым комплексом вооружения БМП-2 показала себя более эффективной на поле боя Ее огневая мощь значительно возросла Правда, опыт применения боевых машин пехоты в Афганистане Выявил достаточно слабую броневую защиту обеих БМП Маджахеды широко использовали противотанковые мины и РПГ И противопольная броня машины не защищала мотострелков от огня противника Для усиления броневой защиты на БМП устанавливалась навесная броня Правда, при этом машина плавать уже не могла Стало понятным, что назревала необходимость очередной модернизации существующей боевой машины пехоты Но, по большому счету, ресурс конструкции был исчерпан Требовалась абсолютно новая боевая машина пехоты С улучшенной броневой защитой и более мощным вооружением Боевая машина пехоты БМП-3 Боевая масса 18,7 тонны Боевой расчет Экипаж 3 человека Десант 7 человек Оружие Орудие пусковая установка калибра 100 мм Автоматическая пушка калибра 30 мм И три пулемета калибра 7,62 мм Мощность дизельного двигателя 450 л.с Максимальная скорость по шоссе 70 км в час На плаву 10 км в час Новую машину приняли на вооружение в 87-м году БМП-3 разительно отличается от своих предшественниц Корпус и вашня изготовлены из броневых алюминиевых сплавов С остальными броневыми накладками на лобовой проекции Это позволило существенно повысить броневую защиту Не сильно увеличивая массу машины Моторно-трансмиссионное отделение Разместили в кормовой части корпуса Такая компоновка Более равномерно распределяет массу По длине машины Возросшие размеры машины Позволили установить на БМП водометы Как следствие, выросла скорость машины на воде Весьма необычен для машин данного класса и комплекс вооружения Вместе с 30-мм автоматической пушкой В единой маске установлено 100-мм нарезное орудие Пусковая установка Она предназначена для стрельбы осколочно-фугасными снарядами И управляемыми ракетами По ряду параметров БМП-3 значительно превосходит западные аналоги Созданные в СССР Боевые машины пехоты Стоят на вооружении не только российской армии Но и многих зарубежных стран Редактор субтитров А.Семкин